Уже её почти слил. Так, ну смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой, это чё за торпеда? Это чё за аппарат такой, Вася? Это чё такое? Да ну нафиг! И всем привет, ребят, с вами Сторваник, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящён игровой тематике. Вы видите на своих экранах уже новое устройство на Twins. В этот раз оно мне выпало очень и очень быстро. На удивление, я выбил его с 60 вроде как контейнеров. Мы в принципе даже эту цифру можем сейчас посмотреть. И это новое устройство на Twins, турбоускорители плазмы. Сегодня мы вместе с вами сделаем на него обзор. Посмотрим, насколько оно крутое. Насколько оно эффективное в нашем замечательном матчмейкинге. Это устройство, которое не имеет никакого дополнительного статус-эффекта. Я имею ввиду оглушение, эми, пробитие, заморозки или поджога. Но зато есть повышенный шанс критических выстрелов. И при этом это устройство должно работать на хорошей дальности. Поэтому будет очень интересно посмотреть, насколько оно эффективно в матчмейкинге. Понятное дело, что этих устройств сейчас на момент записи этого видоса, я думаю, что даже либо нет, либо очень и очень мало. Но мне, как любителю этой пушки, было бы очень интересно рассмотреть данное устройство. Выпало мне все это дело? Нет. Я все-таки соврал не с 60 контейнеров, а с 75. С 75 контейнеров мне упало одно. Соответственно, красное свечение. По корпусу мы давайте возьмем, попробуем паладина. Говорят, что у нас сегодня паладина очень жестко занерфили. И он максимально неприятно себя чувствует. И по красочке оденем новую краску, которая была с нового спецпредложения. Единственное, только я не знаю, где она есть. Где ее найти? Скорее всего, это анимированная краска. И она должна быть похожа на краску вспышка. Где же она? Вот, красный дым. Красный дым. Вот такая вот красочка. Ну, по сути, краска, знаете, на какую смахивает? Я хоть и не любитель этих красок, но она смахивает очень сильно. Была такая краска за кристаллы. Где только она есть. Сейчас попробую быстро найти. Не совсем, конечно, интересная. Вот она. Стейк. Ну, короче, та же самая краска, только это стейк 2.0. Ну, вы поняли, да? Насколько быстро можно найти эту краску в гараже своем. И понять, что это одна и та же краска, только эта краска получается у нас анимированная. Поэтому давайте мы лучше возьмем такую интересную ночного дождика. Так, и по дрону у меня ловкач. Окей, хорошо. Запекиваем в дефолтный. Мой самый любимый режим для обзоров. Это контроль точек. И там уже рассмотрим более подробно. Может быть, даже сыграем только один бой. Нифига себе, у нас новая аватарочка появилась. И появилось снизу процент загрузки в бой. Ничего себе. Ничего себе. Вот это нововведение показывает, что сотик. Но я до сих пор не в бою. И зачем показывает тогда сотик, если я до сих пор не загрузился. И грузит, кстати, довольно долго. Довольно долго. Ой-ой-ой, какую катку мне закидывает. 2.46. Я уже ее почти слил. Так, ну смотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что за торпеда? Это что за аппарат такой, Вася? Это что такое? Да ну нафиг. Это что за прикол? Я в шоке. Да ну нафиг. Серьезно? Офигеть. Вы видали? Я офигел. Это реально такая жесткая скорострельность? Блин. Давайте-ка еще один боючек посмотрим. Я что-то с первых секунд офигел прям. Это что за торпеда нереально жесткая? Это что за ебища? Мне кажется, что это эмболюта прям конкретно. Это как будто ты стреляешь с овердрайвом. А как она будет стрелять с овердрайва викинга, а? Как она будет стрелять с овердрайва викинга? Ептеть. Это просто ужас какой-то. Ну он, наверное, с самоуроном, да? Наверное, с самоуроном. Ё-моё. Да, с самоуроном. Блин. Или не с самоуроном. Не с самоуроном. Офигеть. Это торпеда какая-то лютейшая. Ужас. Как они быстро летят, эти твинзинки. Я в шоке. За какой-то рофл отвечаю. Как можно на такие устройства записывать адекватные обзоры? Это же что-то ненормальное. Да. Ну, короче, здесь пониженный урон, но дефолтные криты. Поэтому получается, что частота критических выстрелов у вас увеличена. И при этом у вас есть очень быстрая скорострельность, да, с пониженным количеством урона. Но зато у вас как бы будет частота критических выстрелов больше, соответственно, вы можете этот момент компенсировать. Хотя, если честно, я бы не сказал, что прям очень много критов вылетает. Но смотрится очень, очень интересно, если честно. Смотрится прям очень интересно. Я даже не знаю, с чем сравнить. Если честно, это устройство. Но я думаю, что дистанцию держать теперь с таким устройством можно очень сильно. Так, там против шафта. Давайте возьмем резать шафта. У меня тут креза зачем-то стоит. Блин, ну прикольно, прикольно. Прикольно. Что-то необычное. Что-то необычное. Ну и я бы не сказал, что это какая-то сверх эмба. Просто механика этого твинца очень красивая. А, и кстати, вот, по овердрайву сейчас посмотрим. По паладину, кстати, незаметно, что есть какой-то нерв. А, вот такой шарик, да, заряжается. То есть, короче, одна секунда на прожатие овердрайва. Ну, в принципе, ничего страшного. Если честно, в этом нету. Просто надо немножко более грамотно теперь прожимать овердрайвы. Чтобы, если что, вы не прожали овердрайв, когда у вас на 0 хп, он не успеет активироваться. И вы просто овердрайв весь свой просадите впустую. Но это устройство 100% лучше, чем обычный твинц на дальность за кристаллы. Да, здесь скорострельность жесткая. Хоть и понерфленный урон. Да, но то, с какой скоростью летят твинцы, это, конечно, ужас. Это просто ужас. Мне кажется, один в один он переиграет любую торпеду. Ну и криты приятные, да, по 200. По 230, если без ДА-шки, то это получается по 400 за твинцинку. Хорошие криты. Хорошую накидочку можно демонстрировать. Но скорость полета, конечно, это просто ужас. Это просто ужас. Я офигел. Честое слово. Что это вообще такое? Так, ну давайте мы еще, короче, возьмем сейчас викинга. У нас, походу, будет эта катка с досрочкой. Мы зайдем еще в одну каточку на викинге. Эту так уж и быть. Ладно, доиграем уже на паладине. В новой катке зайду на викинге. И хочу прожрать, ну хотя бы один овердрайв. Ну так, чисто просто посмотреть, насколько будет полет твинцинок еще быстрее с овердрайвом. Да, то есть у нас с овердрайвом скорость должна еще увеличиваться. Соответственно, будет очень интересно посмотреть, насколько сильно оно ускорится. Ну а так, прям, знаете, играть, играть прям много на нем, ну, нету никакого особо смысла. Сразу понятно, что устройство себя показывает довольно-таки хорошо. Довольно-таки хорошо. Да, и если, например, я бы сравнивал бы с Эмми, то я бы все равно, наверное, Эмми поставил бы повыше, чем это устройство. Да, но здесь еще есть преимущество того, что у вас, смотрите, какая дальность. Смотрите, что вы можете делать на расстоянии. Видите, насколько большое расстояние вы можете держать и просто с такой нереальнейшей большой скоростью наносить урон по оппоненту. Это, конечно, дико жестко. Прям ультра жесткая темочка. Титан купол прожал. Видите, насколько долго он его ставил. А, кстати, у меня же ввердрайв. Я, по идее, наверное, даже мог еще подъехать к нему. Так, ну, это досрочка за 5 минут. У меня 17 киллов катки. Смока какая-то, да, вроде у нас. Вроде какая-то смока. Светлана набила тоже там неплохое количество киллов. Ну, и давайте возьмем викинга. У меня свои оверки есть. Я, в принципе, не нуждаюсь в том, чтобы ждать овердрайвы. Ну, и так, чисто посмотрим. Пару тройку овердрайвов прожмем. На интерес пару тройку овердрайвов прожмем. Дай бы посмотреть, какая будет скорость полета снарядов. И посмотрим вообще, сколько танков с этого овердрайва можно унести. Мне почему-то кажется, что там очень не кисло можно поуносить оппонента. Плюс я так понимаю, что еще и сплэш урон очень хороший у этого отвинца в целом. Получается, по итогу, очень интересная комбинация. Так, ну давайте, наверное, поедем куда-нибудь в центр. Да. Где у нас должно быть, по идее, противников побольше. А где только они есть, вот в чем вопрос. Эти замечательные противники. Там один противник едет. Ой-ой-ой-ой. Не, ну это, конечно... Это, конечно, торпеда прям ужасная. Я когда начинаю на это смотреть, мне уже... Уже становится весело и смешно. Когда они так летят. Ну, типа, я понимаю, что там урон-то не такой жесткий, как бы, да? В цифрах. Но сама скорость полета, она, ну, придает сразу какой-то дополнительный интерес. Так, ну давайте вот здесь прожмем, наверное, свою торпеду. Там был, кстати, овердрайв сверху. Ну и давайте надеемся, что Титан прожмет купол. Нет, он не прожмет. Если бы он прожал бы купол, это было бы очень хорошо. Тогда бы как раз-таки можно было бы полноценно рассмотреть овердрайв. Но здесь особо нету таких точек, на которых было бы неплохо. А, еще и за счет, кстати, силы удара неплохо можно сбивать оппоненту. Да. Это, конечно, тоже крутая тема. Так, ладно, все, давайте сразу ищем спот. Где можно прожать овердрайв. Прожмем овердрайв. Зарядка овердрайва притом долгая. О, Титан, перебей купол. Хорош. Давай-ка мы на тебе как раз-таки протестируем. Ну, кстати, по ощущениям они быстрее не летят. Они не летят настолько быстрее, как я думал. Мне прям казалось, что она будет лететь, это, ну, снаряды будут лететь намного жестче по скорости. У меня было ощущение, что там, знаете, прям, прям вот заряжаешь и прям конкретная торпеда будет. Да, тут как бы, ну вот, видите, какая без овердрайва скорость снарядов, да. Сейчас давайте вот заедем сюда. Да. Блин, никого нету. Я бы хотел, чтобы хоть чуть побольше противников было. Тогда можно было бы подрубить торпедочку. А, вон там, кстати, на центр кто-то едет. Да, они с центра сразу убегают. Не хотят на центре стоять. О, справа. Справа бойцы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, не-не-не-не-не. Хорошо летит, очень хорошо летит. Не-не-не, это я ошибся. Очень хорошо летит. Скорость бешеная, Вася. Просто бешеная. Ну и третий контрольный. Чисто, чисто воздух дадим. Чисто посмотреть. Воздух. Овердрайв. Ну так, чисто вперед сейчас. На торпеде. Суетнем. И посмотрим. Ну, можем вон туда даже, под противника. Сейчас как раз там под голод будут ехать оппоненты. Можно будет сейчас зачекать скорость полёта снаряда. Как раз вот здесь вот встать так вот. Под овердрайв поедут бойцы. Ну, вот так вот, чисто. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не, ну это суета конкретная. Это прям конкретная суета. Ты даже начинаешь смотреть на эти твинтинки, на этот полёт. И тебе кажется, что ты будешь так бесконечно стрелять с такой повышенной скоростью. И потом она заканчивается, и ты такой, блин, а чё, уже закончился эффект? Ну, в общем и целом, в общем и целом, что я могу сказать? Само устройство, ну, весёлое. Весёлое. Не сказать, что оно имбовое, я бы не сказал, да, что это какая-то там турбо-супер-мега-крутая имба. Не, я бы этого не сказал, да. То есть, если бы я сравнил вот это устройство и сравнил бы Эмми, Эмми мне больше понравилось, да. И я уверен, что Эмми жёстче, жёстче, прям реально жёстче. На нём можно больше нагибать. Ну и плюс статус-эффект, это статус-эффект. И как ни крути, он даёт своё дополнительное преимущество. Но, что касаемо фана, оно реально фановое. То есть, это реально весёлое устройство. Такой большой скоростью снарядов, ну, можно так, почилить очень неплохо, понаваливать. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Но, возможно, у кого-то из вас уже оно есть. Если это так, то напишите, понравилось оно вам или нет. Ну и пишите, что вы думаете по поводу этого вообще обзора в целом. Подписывайтесь, друзья, обязательно на канал. Поддерживайте видеоролик лайком. Также не забывайте нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.